Основатель ВКонтакте и мессенджера Телеграм Павел Дуров запустил сервис Телеграф, с помощью которого можно верстать заметки, а затем публиковать их в Телеграм. В частности, в редакторе можно форматировать текст, менять регистр, увеличивать или уменьшать размер текста, перемещать его по полю заметки, вставлять ссылки и так далее. Все созданные внутри редакторского сервиса посты будут автоматически доступны для функции мгновенного просмотра. Отмечается, что теперь любой канал в Телеграм сможет предлагать истории в том виде, как это делают многие ведущие мировые СМИ. Самое главное, что для работы с Телеграф не обязательно иметь профиль в Телеграм, а ссылки на материалы можно отправлять не только пользователям Телеграм. Статьи также будут доступны и в браузере. Второе новшество мессенджера – Instant View. Это возможность предпросмотра статей. Подобная функция есть у ВКонтакте. Она позволяет читать материалы со сторонних сайтов, не покидая свои ленты в социальной сети. Аналогичный инструмент у Facebook называется Instant Articles. Он позволяет читать заметки без браузера прямо в мобильном приложении. Принцип действия в Телеграм такой же. Нажав на кнопку Instant View, можно будет прямо в мессенджере прочитать статью в оригинальном оформлении. Многие СМИ написали, что Instant View пока работает для постов из блог-платформы Medium, материалов с порталов TechCrunch и еще нескольких сайтов. Однако в нашей программе Павел Дуров рассказал, что специального партнерства со стороны изданий блогов не требуется. И этим Instant View от Телеграм отличается от инструментов Facebook и Google. Дело в том, что гугловский Facebook подход предполагает дополнительную работу со стороны СМИ в подготовке статьи для Instant Articles. По сути, это тот же материал, но со своим оформлением. А в Телеграм попытались создать готовый инструмент, который уже существующий материал превращает в правильный формат для просмотра без помощи браузера. Сейчас команда Дурова активно готовится к конкурсу для веб-разработчиков, который должен стартовать в декабре. В его рамках программистам предложат найти оптимальную схему, как именно машина должна анализировать форматирование текстов на сторонних доменах, чтобы потом аккуратно отображать их в Instant View. На вопрос про монетизацию этих сервисов Павел Дуров ответил, теоретически возможно, но пока рано. Компания Snapchat экспериментирует с вирусным маркетингом для поднятия интереса к своему гаджету, очкам Spectacles, а также к мессенджеру в целом. Дело в том, что приобрести очки с камерой можно за 130 долларов исключительно через специальные торговые автоматы SnapBot. Они случайным образом появляются на территории США. Первое такое устройство оказалось на Виннис Бич в Лос-Анджелесе. Далее, следить за возникновением автоматов, можно на специальной карте, где за день до появления SnapBot'а будут раскрыты его координаты. Например, один аппарат был размещен на дне Большого каньона, и покупатели добирались к нему на вертолете. Непонятно, сказался ли финансово на продажах такой нестандартный подход. Однако ажиотаж создан, очереди к торговым автоматам стали выстраиваться, а СМИ раскопали и опубликовали историю гаджета. А началась она еще до появления умных очков Google Glass. Идея создать очки с видеокамерой принадлежит, нет, не главе SnapChat Эвану Шпигелю, а двум студентам Стэнфордского университета Джону Родригесу и Эрику Миллеру, которую в 2011 году создали компанию Virgin Slabs. Первый прототип очков назвали Epiphany Eyewear. Они представляли собой серию простых очков модели Wi-Fi с камерой, которая была установлена в оправу и снимали видео. Потом были бизнес-инкубатор StarX, эксперименты с распознаванием лиц, первая компания по сбору средств на производство очков. И, кстати, как-то Миллер с этими очками караулил в кампусе Facebook Марка Цукерберга, чтобы дать ему посмотреть продукт. Это было еще до шлема виртуальной реальности Oculus, и тогда в гаджетах очках никакого смысла в социальной сети не видели. Между тем парни тестировали прототип шлема дополненной реальности, искали инвесторов, с ужасом наблюдали за появлением умных очков в Google Glass, их взлет и жестокое падение, которое подорвало в обществе веру в умные очки как класс в целом. А потом, в 2013-м, один из сотрудников Virgin Slabs показал Миллеру и Родригесу приложение Snapchat, и Родригес вспомнил, что во время учебы в университете они с Эваном Шпигелем, основателем Snapchat'а, жили на одном этаже в общежитии, и Шпигель увидел потенциал в проекте. В 2014-м году Snapchat купил Virgin Slabs за 15 миллионов долларов и создал команду для работы над тем, что в итоге пристало в виде Spectacles. На самом деле это большой шаг для Snapchat, она перестала быть социальной медиа-компанией, начав продажу собственного хардвер-продукта. И, кстати, совсем недавно стало известно, что Snapchat подала конфиденциальную заявку на первичное публичное размещение акций. Компания планирует привлечь на бирже 4 миллиарда долларов, что даст ей оценку от 25 до 30 миллиардов. И, безусловно, ажиотаж вокруг очков сейчас будет играть компании на руку. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok